Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя арбитражного суда Рязанской области Ирина Александровна Ушакова и председатель третьего судебного состава гражданской правовой коллегии Ирина Алексеевна Козлова. Здравствуйте! Не так много наших зрителей обращались в арбитражный суд. Расскажите, дела какой сфер он рассматривает и как туда обратиться? В рамках судебной реформы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами о судебной системе, об арбитражных судах Российской Федерации, в нашей стране создана единая судебная система, восправляемая Верховным судом Российской Федерации. Арбитражные суды рассматривают споры, вытекающие из гражданских правоотношений, связанные с заключенными договорами поставки, аренды, подряда, кредита, займа, ну и других правоотношений, то есть тех, которые предусмотрены гражданским кодексом. А также дела, вытекающие из административных и иных публичных правоотношений, то есть это дела, связанные с обжалованием решений ненормативных актов государственных органов. Дела, связанные с применением налогового законодательства, бюджетного законодательства, антимонопольного законодательства. Далее дела, связанные с применением кодекса об административных правонарушениях, то есть это оспаривание постановлений административных органов, которые уже приняли решение о привлечении организаций или предпринимателей к административной ответственности, Либо административные органы обращаются в суд заявлениями о привлечении организаций или предпринимателей к административной ответственности. В целом, нужно сказать, что дела, рассматриваемые арбитражным судом, это те споры, которые связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью. И участвуют в этих спорах организации, либо граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей. Но в то же время, арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, это наш основной закон, который регламентирует порядок рассмотрения дел именно в арбитражных судах, он предусматривает также и дела, в которых участвуют физические лица. Какие это дела? Это дела о банкротстве, это корпоративные споры, дела связанные с государственной регистрацией организации, далее дела связанные с защитой интеллектуальных прав и дела связанные с защитой деловой репутации. То есть это как раз те исключения, то есть те дела, в которых участвуют именно физические лица. А как обратиться, как подать заявление в арбитражный суд? Порядок обращения в суд регламентируется главой 13 арбитражного процессуального кодекса, согласно которому заявление подается в суд. И это заявление должно быть подписано самим предпринимателем, либо руководителем организации, либо их представителями по доверенности. Тогда к заявлению прикладывается доверенность, в которой должно быть указано полномочия на подписание искового заявления. Само исковое заявление должно отвечать требованиям, которые изложены в статье 125 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. То есть это определенный перечень обязательных требований, подлежащих исполнению. Документы, которые необходимо приложить к исковому заявлению, они перечислены в статье 126. То есть это тоже обязательный перечень, который также подлежит исполнению. В том случае, если заявление, либо документы не соответствуют этим требованиям, судья выносит определение об оставлении данного заявления без движения. То есть выносится письменный документ, который направляется в стороне и дается время для того, чтобы лицо, обратившееся, могло исправить допущенные ошибки, недочеты. То есть представляются дополнительные документы, и тогда в совокупности уже судья рассматривает этот материал. Если все правильно, назначается судебное заседание, и время этого судебного заседания выносится определение о принятии данного заявления к производству. Это определение направляется и назначается заседание, на которое уже, собственно, приходят и стороны, и третьи лица, если вдруг они привлечены к участию в деле. То есть это порядок именно обращения в суд. А онлайн это можно сделать? Заявление подается, совершенно верно, через канцелярию непосредственно, и проставляется отметка о принятии. Заявление может быть подано через организацию почтовой связи, и заявление может быть подано путем заполнения формы, которая находится на сайте арбитражного суда в интернете. То есть это облегчает и ускоряет процесс обращения. В том числе и документы к заявлению могут быть представлены электронным способом, и многие этим пользуются. Вы упомянули, что в арбитражный суд могут обращаться и физические лица как раз-таки с делами о банкротстве. Что для этого нужно сделать и как? В последнее время очень много вопросов из стороны населения, из стороны средств массовой информации, именно категория дел по рассмотрению банкротства граждан. Данную категорию дел арбитражный суд начал рассматривать с 2015 года, когда были внесены изменения в закон о банкротстве. Закон устанавливает право и обязанность для обращения с таким заявлением для граждан. Обязанность наступает, когда имеется задолженность в размере более 500 тысяч рублей и срок неисполнения превышает 3 месяца. При этом закон предусматривает и право гражданина обратиться в суд о признании себя банкротом при наличии задолженности менее 500 тысяч рублей. Но при этом он должен предвидеть и доказать, что он не платежеспособный, и та задолженность, которая накопилась, не может быть погашена в сроке, которые определены обязательствами. Как правило, на практике, чем мотивируют, когда приходят с такими заявлениями, потеря работы, то есть потеря источника дохода, с которого предполагалась выплата задолженности, болезни. Для того, чтобы оформить заявление, необходимо обратиться к закону о банкротстве, где указаны, какие документы прикладываются к данному заявлению, изложить обстоятельства, почему гражданин не может выплатить задолженность по кредитным обязательствам и обязательным платежам. Предусмотрим перечень документов, которые прикладываются к этому заявлению. Такое заявление можно подать, как уже было сказано, и в электронном виде, и в простой письменной форме. Заявление оплачивается государственной пошлиной в размере 300 рублей по гражданам. И на депозитный счет арбитражного суда Рязанской области необходимо перечислить 25 тысяч рублей на вознаграждение финансовым управляющим. Это установленная законом фиксированная сумма на оплату вознаграждения управляющим, который при введении процедуры будет заниматься банкротством гражданина. При слове «судья» обычный человек представляет себе просто фигуру в черной мантии. А вот как стать судьей и какой путь пройти? Конечно, судья – это одна из главных профессий юриста. Законом о статусе судьи предусмотрены требования к кандидатам, которые могут претендовать на должность судьи. Если коротко, основные моменты – это наличие высшего юридического образования, отсутствие судимости, отсутствие заболеваний, препятствующих назначению на данную должность, отсутствие гражданства иностранного государства. Необходимо сдать квалификационный экзамен. Для уровня федеральных и мировых судей необходим возраст 25 лет и более и стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет. При положительной сдаче экзамена может каждый гражданин, отвечающий всем этим критериям, претендовать на вакантную должность судьи. А, немножко об экзамене. Как он проходит? Это классический экзамен, который, наверное, мы все сдавали в институтах? Или как? Практически классический экзамен. В каждом субъекте работает экзаменационная комиссия. У нас это экзаменационная комиссия Рязанской области. Приходит кандидат, подает соответствующие документы, назначается определенная дата для сдачи экзамена, приходит на экзамен, тянет билет, готовится, и потом комиссия выслушивает те ответы, которые подготовлены кандидатом на вопросы, поставленные. Вопросы разного характера. Если идет сдача экзаменов, и претендент хочет работать в суде общей редикции, категория вопросов одна. Если в арбитражном суде, категория вопросов другая. Поскольку есть специализация, есть направление определенной деятельности, и у судей тоже. Ирина Алексеевна, вы упомянули, что, наверное, судья – это главная мечта всех юристов. А чем интересна эта работа? Работа очень интересная. Прежде всего, она интересная, но она одновременно ответственная. Потому что каждому судье предъявляются очень высокие требования, и он должен быть и грамотным, и профессиональным, и внимательным, и интеллигентным. Он должен и обязан и слышать, и слушать людей. И большая очень ответственность, та, которая связана с принятием решений, она, конечно, всегда есть, ее всегда ощущаешь работая. А дела, конечно, все очень интересные. Несмотря на то, что они могут делиться на рядовые и интересные, но даже рядовое дело, если любишь свою работу, оно всегда интересное. Ирина Алексеевна, раньше вы упомянули, что дел очень много. Все они, хоть, наверное, для вас-то уже много дел и рядовых, но вот для нас, как для обычных зрителей, не особо знающих дела арбитражного суда, наверное, многие из них интересны. Можете о каких-то интересных делах рассказать? Ну, как правило, средства массовой информации интересуют те дела, которые на слуху. И, в общем-то, чаще всего присутствуют в таких судебных заседаниях. В производстве сейчас у нас дело по банкротству Ринвестбанка, хотя оно уже длится достаточно период времени, там идет реализация имущества, но тем не менее оно интересно. Страховая компания «Страж» тоже в банкротстве, страховой организации, большие предприятия, юридические лица, которые действительно объединяют очень большое количество кредиторов и большой объем работы, ну и интересно. То есть банк, то есть есть своя специализация в банкротстве, даже в таком, казалось бы, узком направлении, как банкротство, есть своя специализация. Это банкротство юридических лес, банкротство граждан, банкротство кредитной организации, банкротство страховых организаций. Поэтому очень интересно все и разнообразно. Воздух опустился ниже 0 градусов и в результате зависть яблок погибла. Поэтому вот такое дело, если предприятие докажет, что действительно страховой случай наступил, то есть подлежит затем значительная выплата именно как в виде страхового возмещения. Ну и напоследок такой вопрос. 82 дела в месяц. Такая суровая работа, сложные дела. Что заставляет продолжать? Что заставляет продолжать? Любовь. Любовь в профессии. Любовь в профессии, да. Потому что все это интересно. Каждое дело это дальнейший процесс изучения законодательства, сфер его применения. Это, конечно, труд. Ну и, конечно, каждое дело оно особенное. Повторюсь, может быть. Поэтому вот этот интерес, он в этом и состоит. В сложности и в особенности дел. Поэтому у нас на будущее планы только связаны с повышением качества отправления правосудия и правовой именно защиты, совершенствовании правовой защиты юридических лиц и организаций. Ирина Александровна, Ирина Алексеевна, спасибо, что стали сегодня нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова